Поплавать в окружении льдин. Даже для моржа занятие экстремальное. Больно острые края и сильное течение. А вот температура во время шуги что надо. Александр Зеленецкий за экстримом к нам и приехал. На Алтае, где живет, реки уже встали. Родом из Благовещенска, он до сих пор иногда выступает за Преамурье на соревнованиях. Из Владивостока, к примеру, привез две медали. Спорт развивает и у себя. Всего из Владивостока, где проходил этап Кубка мира, амурчане привезли почти полсотни медалей. И это на команду в 15 человек. Участвовал я в шести стартах и шесть медалей получил. Из них четыре золотых, две серебряных. Большие дистанции, сто и выше, я не плаваю. Ну, видимо, или возраст, или еще подготовка слабенькая. Конкуренцию россиянам составили спортсмены из 18 стран мира. Всего более 500 человек. Противостояла пловцам и сама природа. В первый день она была 3 градуса, потом полтора, потом в последний день вообще ноль. То есть, как бы градация воды присутствовала. Но это как бы не смутило нас. Также были проблемы с погодой. В первый день было сильно солнечно, потом сильно холодно. На второй день потом снова было солнечно. Побороться с погодой аквайсам еще предстоит. 3 декабря откроют сезон в Райчихинске, а неделей позже – в Благовещенске.